здравствуйте хочу показать вам свою настойку которую я сделала летом это настойка перцовка горького перца на спирту я взяла брала летом обыкновенный горький перец стручки свежий резала его на меленькие такие кусочки высыпала засыпала в бутылку и заливала вот таким количеством спирта 96 процентным где-то пошло у меня по моему пять или шесть таких вот небольших стручков вот я получила такую настойку сейчас вам покажу вот она очень даже видно по цвету красная очень насыщенная для чего я ее использую ну прежде всего мы делаем такие небольшие втирания в кожу головы для того чтобы улучшить кровообращение кожного покрова для того чтобы каждая луковичка могла подпитаться могло улучшиться то питание прийти кровь которая как бы питает эту луковичку и когда волосинка выпадает то на ее месте свободно спокойно растет второй голос если этого не делать если не массажировать голову если не делать скрабирование и если не делать вот такого специального кровообращения улучшения кровообращения потому что перец он как раз и делает вот этот приток крови сильнее чем есть на самом деле а если мы еще сделаем такие вот движения хорошие я сейчас вам покажу то естественно кровообращение улучшится и волос даже там где луковичка как бы может может быть уже и мертва она может ожить и волосы могут начать расти что показывает практика во многих случаях когда применяя такую настойку волосы становятся более пышными гуще жирее конечно есть разные причины выпадения волос это и гормональная причина у меня это было как-то на горькой моей практике когда я болела теретоксикоз у меня была гормональная гормональное нарушение щитовидной железы у меня очень сильно выпали волосы я не говорю что только перцовка помогла но это одно из средств которые мы можем использовать для того чтобы все-таки волосы росли лучше применение химии применение шампуни кондиционеры лаки они тоже отрицательно действуют на волосы также всевозможные вот люди делают там наращивание волос когда волосы свои естественные они утрачивают ту силу ту молодость которая была до этого естественно что мы все хотим выглядеть хорошо и для того чтобы это было сейчас я вам покажу мы можем таким очень простым очень незатратным как сейчас принято говорить бюджетным способом это делать вот такая перцовка сначала мы начинаем обыкновенным обычным вот таким способом я наливаю на на тампончик ватный тампон вот эту перцовку и по прядям начинаю втирать сейчас возьму правую руку разбираю волосы на пряди и втираю я обычно это делаю перед тем как мыть голову вы чувствуете что запах пошел по моему кашлю не нужно выливать целый флакон на голову а вот так постепенно я делаю это где-то на два три часа не больше потом мою голову смываю это все был у меня такой случай когда я после того как использовала вот эту вот ну понятно да когда использовала вот эту настойку свое время давно пошла к парикмахерскую где делали мне завивку я сижу и я не пойму меня вся голова печет меня до такой степени вот это движение прошел прям крови что у меня такое впечатление что все это волосы сейчас снимутся вместе с бигудями я сидела и думала что случилось и только потом как бы попозже поняла что вот это перцовка конечно она остается на некоторое время наверно может быть и неделю и две она работает нашей кожи головы если конечно она там есть но если еще добавить туда какие-то реактивы то еще больше будет действовать если мы эту перцовку разведем скажем с водой то она будет печь еще сильнее то есть если мы добавим сюда один 50 на 50 со временем 50 на 50 50 воды 50 спиртовой настойки то действие и будет еще сильнее это знаете когда вот перец скажем откусил начал жевать она печет если вы взяли воды то она еще сильнее печет то есть вода усиливает реакцию перца перцовой настойки на кожу головы что еще делаю что можно еще делать можно еще использовать эту перцовку как вместе с маслами с маслами с кремами у меня например есть монастырская мазь которую я делаю тоже сама вот я если хочу усилить действия монастырской мази я беру небольшое количество этой перцовки вот так прям на ладошку ну буквально чуть-чуть наношу добавляю чуть-чуть небольшое количество мази и натираю то место где-то которое я хочу промассажировать куда я хочу внести эту мазь вместе с перцовкой перцовка дает возможность лучше проникнуть этой мази лучше согреть если мы будем хорошо вот так растирать суставчики где-то там любые на ногах на на спине то действие будет лучше еще я заметила что хорошо перцовка и эта мазь действует на кутикулы на ногти они не зарастают ногти как бы ногти становятся более такими молодыми не поврежденными мягкими свежими такими живыми вот это все что я хотела показать если вы пользуетесь такой настойкой и можно конечно купить и в аптеке но я предпочитаю сделать ее сама я вижу чего я ее делаю и действие и и очень и очень даже эффективная это просто дешево легко и вы увидите результат на себе и на своих близких еще хорошо еще она действует на кожу головы у кого есть перхоть она тоже перхоть после этой применения этого этой настойки исчезает ну все всего вам доброго это все что я хотела сегодня с вами поделиться пишите мне пишите что вы об этом думаете делаете ли вы такую настойку и всего вам доброго и до следующих моих видео а